Ну что, всем привет, дорогие друзья! Я вас категорически рад поздравить, потому что DPC нового сезона стартовал, друзья. Да, всё, вот начинается то самое важное. Драки за слоты на мейджор. Поиск этих возможных раскладов, чтобы попасть на супер-турниры, заработать себе DPC-поинты, чтобы в конечном счёте, конечно же, поехать на The International и выиграть этот самый The International. Друзья, мы с вами будем стартовать с самого интересного региона. Ладно, давайте так, не буду говорить с самого интересного региона, а DPC — это Китай. Он стартует несколько пораньше, чем будут стартовать другие регионы. Связано с тем, что в Китае есть свои праздники, есть свой Новый год, до которого все матчи нужно закончить первого сезона. Поэтому стартуем прямо сейчас. У нас первый дивизион. Играть будут лучшие китайские коллективы. Ну или те коллективы, которые остались от лучших после прошлого сезона. Об этом чуть попозже. Ну и сегодня две серии мы с вами посмотрим на канале Fissura, Bad Boom, нижний подчеркнер.ру. Меня зовут Адекват. Со мной сегодня на связи будет Евгений Фервиан. Вы должны его, конечно же, знать. Уже там подключиться. Привет, Евгений. Как твое настроение? Какие вообще мысли по матчам? Давай, делись своими впечатлениями. Всем привет по матчам. Вот тут у нас, как говорится, по пикам видно, что Китай возвращается к истокам. Своим героям, которые они пикают на протяжении года и прошлого. И это, судя по всему, будет то же самое. Думаю, тут фаворит будет IG в этом матче. Но E-Home могут карту отжать у них, я думаю. Ну, у меня примерно такие же, кстати, мысли. Я об этом тоже и в телеге своей писал. Поэтому, да, наверное, здорово, что мы, знаешь, начинаем сегодняшний эфир вообще с матча E-Home IG, а не со следующего LG D-Down Gaming, где мог бы и, скорее всего, потенциально должен произойти какой-то разнос, и там однокалиточная 2-0. Все-таки хочется, чтобы как-то немножко расшататься, войти, что называется, в режим DPC, посмотреть более-менее равную схватку. Если здесь E-Home IG нам подарит, там, три какие-то карты с интригой, с разменами карт, то будет прям совсем-совсем неплохо. Поэтому, да, мне нравится то, что мы сегодня стартуем с E-Home и с IG. Есть, друзья, конечно, много нюансов, связанные нюансы с тем, кто играет под этими тегами, потому что для, там, скажем, не самых погруженных в эту тему любителей, да, киберспортивных Dota 2, там, не увидят в E-Home знакомых никнеймов, у IG тоже половина никнеймов вам будет незнакома. Все-таки здесь в основном играет молодежь. Мы об этом, конечно, подробнее будем говорить уже непосредственно в самой игре. Ну, вот, например, там такой вот старичок, как Emo, хотя, ну, старичком его сложно назвать, он сам по себе довольно молодой игрок, еще 21 год ему. Но на про-сцене, на высшей сцене, скажем, Dota, он уже давненько. Мажоры выигрывал, DPC выигрывал, поэтому Emo вы должны знать. Он с капитанским значком даже сидит. Собственно, к нему добрали молодых из IG Vitality, бывших взрослых воспитанников этой системы IG. Ну, и, собственно, будет он вести свою команду к первому мажору. Ну, и сегодня будет прописать E-Home, тоже собранный состав из молодецов, китайцев. В общем, такой микс Тир-2, Тир-2, Тир-3 игроков получился. Ну, собственно, первая карта, драп на ваших кранах, да, и будем тихоньку смотреть. E-Home, как по книжке, видят Дума, берут в Рейс Кинга, но это немножко не так работает, потому что Дум на дистанции сильнее, чем Рейс Кинг, из-за процентного урона от меча и то, что пюр демэж от Дума. Он его быстро очень убивает в первую жизнь. Ну, еще хотел добавить то, что Invictus Gaming, там у них косяк, я так посмотрел, это из магмы, они просто троих набрали, и по Полсона на четверку. Ну, я смотрел Полсона, но он слабенько играет на по-4. В принципе, я думаю, посильнее, чем Салат будет, но для китайского дивизиона, для Тир-1, я думаю, он будет не такой сильный, как там в Тир-1 Тимах. В OGD, допустим, которого взяли вот новенького, он посильнее должен быть. Осталось 5 секунд. Надо сказать, что для Полсона, конечно, это не дебют в Китае, там в том сезоне он пробовал немножко за YBB поиграл. Ну да, особо, конечно, успехов этот парень не добивался, все-таки из Сингапура, и на китайском регионе им будет тяжеловато катать. Ну, посмотрим, что покажет в этом сезоне Zaijie. Все-таки Тег стал помощнее, явно лучше, чем YBB. Это уже первая дивизион, ставки повыше, и игроки здесь по серьезным уровням. Будет непросто, но, может быть, втянется, может быть, к этим китайским товарищам все-таки сможет признать. Так, так в итоге Рейс Кинг не контрат Думу, окей. А что надо было взять-то вместо Рейс Кинга? Какой керри против Дума на первой стадии был бы хорош? Тут можно было взять МК, допустим, Найкса какого-то, чтобы линию хотел выиграть. А так, я думаю, даже Дум с Рубиком должны выиграть линию в топе против Рейс Кинга и Дисраптора. Там будет сложно ладенько. Дум вынесет свое, я думаю, он будет топ-нет-ворс, и будет сноуболить нормальную карту. Единственная проблема у Инвектус Гейминг, то что Тускар ДП это сильная линия в боте будет, либо ДП может здесь в мид против Амбера пойти и добрать тройку, которая останется самостоятельно, чтобы два сапа из Ехом сыграли под мид, и тогда им будет легко играть первые минут 10-15. Они смогут хотя бы темп какой-то дать, если ДП будет мид. А если ДП оффлайн, им будет сложнее, я думаю. Таска мид ты не рассматриваешь, сейчас это довольно популярно было, вот на прошедшем турнире Бэтбум, Эксмус-шоу, довольно часто Таска в центр ходил. Ну можно, но им нет смысла бы тут ставить, потому что ему тяжело здесь играть. Да, он против Амбера хорошо поставит матчап, но Лич неплохо против Тускар работает. И плюс Салад, я как посмотрел, много на нем играет, больше чем мидер из Ехом. Ехома там из 10-12 игр две игры на Тускаре в миде. А у Салада прям, он играет только на миличных четверках. У него только из рейнджовых мираны есть в пуле. А так он играет только на миличниках всегда. Ну есть такие игроки на четверках, которые любят только в роум, а есть лейнинг четверки. Вот Салад, я думаю, относится к роум игрокам, которые любят пороумить. Ну вот мы видим по банам Invictus Gaming, да, что убирается Форион. Идея в том, что не хватает как будто бы тройки. То есть тоже уверены в том, что ДП пойдет в центр, сразу будет саппортом. Вот забанили инвокера, кстати. Да, теперь они еще и думают о том, что инвокер мог мид пойти. То есть то, что Таск и Деспрофит готовая связка во флейт. Короче, пока тоже они точно определиться не могут, просто неприятных для себя героев забанили. Давайте посмотрим. 23-й часу уехал. Закрывать будут Invictus Gaming. Закрывать его будут, скорее всего, керри для АМУ. Осталось 10 секунд. Я думаю, они подбанили инвокера для начала, чтобы не было прессура. Потому что если он будет сквозь инвокер, то Эмберу будет тяжело гангать линии. Ого. ДК. Ну это чисто китайский пик прям сверху. Прям, мне не знаю. Сяу-8 как будто сел на тренера, говорит, вот так я пикал в 2015-м. Блин, вот так вот у меня было. Ну Сяу-8 в Майамице в следующей серии. Да, здесь без Сяу-8 как-то справляются их вам. Ну, что ДК, ДП, да, пушим. Как-то реально возвращение к истоков. Осталось 5 секунд. Прикольно. Ну тут как будто можно оставить Дума кэри, взять имбера в оффлейн и нормально играть. Из вариантов. Как Эмма перестроится, все-таки там вот такие герои, как Эмбер Спирит, это из его пула. Но он вроде как кэри сейчас. Нужно этих эмберов дасту оставлять. Себе что-то другое брать. Будет ли он на Думе или в итоге возьмет себе другого кэри. Сейчас посмотрим. Ну, надо сказать, что для Эмма роль именно на легкой линии постоять, что-то поделать она не впервой, потому что когда он играл с Firefly, у них были стратегии, где они менялись первой-второй позиции, свапались именно по линиям. Ставили не классические для себя матчапы. Вот, поэтому небольшой опыт на кэри у него все равно имеется. Но это понятное дело, что все-таки для него непрофильная позиция. Он у нас мидер. Ну, это как No1 можно было посмотреть. Вот же новых. То есть, он совершенно... Допустим, в миде он, так сказать, тир-1 мидер, а на кэри он, грубо говоря, там тир-2. И ему сложно перестроиться быстро. Посмотрим, какая она получится. Ну, вот они ЦК взяли. Ну, это такой себе выбор. Но если у них есть, то у них тоже нечем иллюзию убивать. Тут нужен ДК большой. Ну, тут у Инвиктос гейминг упор в линии сделали. Просто и все, я думаю. Так, на линии, да? Значит, кирвинг на думе остался в сложной. ЦК будет керри. От ММ на ЦК я ни разу в жизни не видел. Это будет забавно посмотреть. Но я думаю, будет удивляться чуть ли не каждую карту, того, на каких героях он катает. Ладно, пусть так. У нас, получается, у Юхоум Найт. То есть, он же Вай Чен с прошлым своим никнеймом, да? Играть будет в центре на Dragon Knight. Сало, да, это будет Саппорта сказать то, о чем говорил ты. И Сяо Ю, Дес Профит. Тройка, МКС, Кейлер и Скинг. И ЛВВ из Раптор пятерочка. Как-то так получается. Ну, что, интересно, кто драфт-то выиграл в итоге? Кого поинтереснее драфт? Ну, я думаю, Виктор с гейминг выигрывает. В плане того, что они должны затемпить после лайнинга. Если до лейта доживут, то там он будет 50 на 50. Зависит от ДК шмоток и от ДП. Тут, ну, 6 на 40, я думаю, в пользу и Виктор с геймингом подрафт. Я немножко побаиваюсь, конечно, от этого дикого пуша стороны и хом. Потому что ДК с мид до фаст форма, да, ДП подключается с экзорцизмом. Они начинают сильно продавливать вышки. Вышки защищать тяжеловато. Какое-то время ребятам из IG все равно придется покачаться, пофармить. Думаю, довольно жадоватый персонаж. ЦК что-то тоже требуется. Могут, знаешь, там как-то снести первую линейку-1 ТВ-РОВ, захватить инициативу на карте. Ну и, в общем, как-то раскачать эту мапу, ребята, из IG-FROM. Потенциал есть. Думаю, не так все просто. Ладно, погодим, погодим. Приготовьтесь к битве. Как ДК в мини работает. Ну, с тех времен, когда, собственно, ДК в центр ходил, многое изменилось. Пассивка порезанная была. Вообще герои несколько поменяли. У нас прошел этап, где вообще начали ДК через шард брать и играть. Сейчас какой ДК в центре? Вообще какой билд ему актуален будет? Я думаю, через блинк он будет играть все быстрее. Тут ничего не поменяется. Блинк БКБ. Или не вот этот оптимальный билд. Блинк БКБ. Как там с брейсерами? Надо их закупать в большом количестве или нет? Ну, судя по закупу, он будет покупать два брейсера. И может, Falcon Blade какой-то купит. Боттл он не будет покупать, я думаю, здесь на ДК. Это как кунг, а мид играется через два брейсера. Иногда боттл берется, но чаще всего два брейсера берется. Как выиграть мид по оригену. Тут дефолтные забеги делаются. Дефят свою изи-линию. Изи-хоу, ребята. Айджи агрессивно хотят поставить варды. Тройка вражеских. Так, друзья. Не забывайте про нашего партнера BadBoom. Есть актуальные коэффициенты. Почему-то они тут сейчас не отображаются. Но 2.4 кажется сейчас на e-home. 1.55 на Invictus Gaming. Надеюсь, на трансляцию у нас тоже это высветится как-то. Но ничего, мы с этим разберемся обязательно. Не забывайте, друзья, дам промокод DPC на первый депозит 100% бонус. Забирайте, ссылочка по трансляции имеется. Так, а у нас тем временем стычки никакой не будет. Да, варды пробежались, поставили Invictus Gaming. Я смотрю, один в центр, один в чтанах эгэ на пригорок. Как-то больше правую часть завардили. Меньше упора сделали на нижнюю часть карты. Ну и ладно. В свою очередь, Рейден тоже в свой лес какой-то вард поставили. Тоже интересный. Ублоченный спаун получился. Что это за вард такой? Я как будто бы нечасто его вижу. Это проки Дума они поставили. Ухлайн его, чтобы он не мог найти Огра. Экономия в центре. Экономия в центре. Ничего себе экономия в центре. Нормально. Просто вардец стоит, заблочил спаун. Придет. По 2 баунты уроны забрали. Да, линия расставляется вроде классическим образом. Ирвинг на дуэм идет как раз-таки вниз. Ну и все окей, да. ДК в центре против Эмбер Спирит. Скучная линия у нас намечается. ДК против Эмбера. Ну здесь вряд ли кто-то кого-то сможет убить. Просто будут фармить. И по идее, наверное, ДК на этой линии просто себе комфортно себя чувствует, да? Через танчик добиваем крипов. Никаких проблем нет. Убить его невозможно. Ну тут линия 50 на 50. Тут Эмберу комфортно. И ДК. Они оба стоят. Эмбер пушит линию в ДК. ДК фармит подвышки. Вот так вот каждую пачку. Снизу первой. Сильная линия будет YG в начале. Но если ДП даже до уровня 3, то она там что-то это линия. Пошли полу-танга, я смотрю. Салат идет в контакт постоянно с QS и QX. Ну мы это надо делать, аначе они будут пробивать ДП. Тут либо таск, либо аксессу разменивать либо ДП. Там экшена, думаю, будет стопи все-таки. В боте там еще до 3 уровня тоже не будет экшена. В стопи будет ПБ, думаю, скресен. Так, последнее приготовление, последние настройки делаю. Пытаюсь, чтобы по звуку все было окей. Друзья, да, я вижу ваше сообщение. Только учитывайте то, что есть небольшой дилей. Поэтому как только вы реагируете на что-то, что-то просите, реакция будет через 5 минут дилей. Поэтому имейте в виду, вот вроде сейчас у нас по звуку выровняли. И должно быть нас с Евгением слышно примерно одинаково. Если вдруг что, вот после того, как я это сказал, сделайте корректировку. И скажите, как вам сейчас, дорого или не дорого? Пошел снова на топе. Сяую здесь. Ты пока себя ничего не делай, да, потому что если я тебя выравниваю, то ты настройкой можешь быть. Сейчас пойди должно быть окей на суббой. Посмотрим. Окей. ДП, кстати, будет делать метава билдного клейнера сейчас через грифсы. Раньше ей покупали БКБ быстрее. Сейчас грифсы слишком хорошие, артефакт. Так, Найт пошел за руной воды. Ну, под Вардом все это прекрасно видит Эмбер, пытается найти крипчику. Чего у них по крипстату? 13 штат в Эмберспири, ДК показывает 11 на 4. Ну да, действительно 50-50 пока даже у Эмберспири-то чуть-чуть побольше. Но разница, как мы видим, несущественная абсолютно. Все корр-герои фармят. Ферстбадов никаких нет. Линии получаются довольно пассивными, довольно спокойными. Здесь просто идут на свой фарм. Пытаются чем больше крипов убить, тем лучше, в общем-то, игроки на корр-позиции. Суппорта сильно не мешают, как мы видим. Поэтому суперспокойный начал. Как я говорил, Дум будет прифармить. Он просто кайфуется этой линией. Не знаю, почему люди не берут Дисраптора. Но, видимо, у них как-то своя задумка есть у этого героя. Но он очень слабый сейчас. А кто лучше будет на пятерке был здесь? Чтоб можно было гонять дома, не давать ему качаться. Да, даже ЦМ-ка, пятерка тоже лучше будет намного. Вот, ну, IG взяли просто леча, чтобы линию хорошо постоять. По игре Дисраптор хорош, да, но там Эмбер, который доджит, тоже тяжело поймать его. Ну, да. Удалось тут и выпулить еще Эрвингу с полосом, я смотрю. Ну, тот, правда, тоже выпуливал Дисраптор. Пошли глимсы. Есть или Кинезис, Рейс Кинг открасывается станом. Эрвинг идет до конца за МКС. Ну, нет, убедить, скорее всего, не получится. Есть тики еще заряженные. МКС чувствуется хорошо. Линия более-менее выравнивается. Потому что все окей. Ну, да, вот так вот на дистанции, смотрю, и IG намного лучше пармит, конечно. Тут как-то ДП немножко по крипам на топе просело. Что-то перестало зарабатывать деньги. Все хорошо у Тума. Ну, и центральный, там, да, коридор. Верхний коридор тоже в порядке. Контроль труда воды очередной. Есть бутылка, даст играет через Блайтстоун. Блайтстоун не то, чтобы сильно ДК обижает, конечно. Тут армора с запасом хватает. Пассивка вторая у Найта играет. То есть 2-1-2. Брэсфайр взял на двоечку, чтобы, видимо, лучше добивать. Харасить соперника. Ну, пусть так. Там, станды. Как я говорил, там ее такшен. Разменят ресурсы. Есть снова бол, еще есть снова бол. Снова бол, закатываемся. Под спирит сифон у Эмма проблемы. Может, дать ПБ, да, Эмма отдает ПБ. Хорошо справляетесь. Сау вместе с Сау Ю. И Куэк Уикс. Выкастывался полностью. У него был второй флэшилд, но это не спасло ЦК. В этом контакте ДП оказался мне Стаск. Ну, тут ЦК нужно, как можно быстрее, на лоу-шефе уйти в лес. Либо с притяжкой Эмбера убить топ. Но если Эмбер уйдет с миды, у него упадет мид тава под ДК. Ну, под активную руну, возможно, стоит сыграть. Тогда, если уж уходить, то с какой-нибудь классной руной, чтобы пойти там помочь сайдам. Ну да, на эту-то ничего не требуется. Falcon Blade он себе купил. Сейчас появится форма на шестом уровне. Прожмет форму, пойдет пушить вышку. Ну вот об этом-то и речь. А если еще и верхнюю линию... Так, Эмма нападает на Сяо Ю. Есть замедление. Удары в спину. Ну, живет здесь там молодецкий товарищ наш. Не погибает даже один. Справляется снизу. Канка от Салата. Решил помочь. МКС делится до последнего с Ирмингом. Забирают Ирминга. МКС может и выжить. Нет, Фейкболдом добивает полос. На размен здесь все-таки состоялся. Ну, Салат начинает играть в ту самую активную четверку на таске, да. На топе сделали ФБ. Вниз перетянулся, сделали фраг. Удобненько, хорошо. Ну и пошел клад в район центра. Тут по шестую минуту можно сыграть под первую активную руну. Поскольку ему повезет. Тас тоже пытается контроль. Там форма ТК. Судя по всему, ТК руну заберет. Точно Радиант. Да-да, вот иллюзии появляются снизу. Оставить по Драгонайту. У меня, правда, бутылки нет. Само оставься. Ему нужно, чтобы он взял под форму. У него форма будет полиция. Иллюзиями тоже работает пассивка. И его все возьмет он руну, будет хорошо мид пушить. И они могут мид забрать, вот сапы, если их хорошо сыграют. Ну вот тут и с профит осталась одна. И ее, к сожалению, убивают. Для их он. Рядом саппорта не оказался. Второй попытки справляется Invictus Gaming. 2-2 пока. Ну попробуют по центру сыграть. Сказапульта есть. Два саппорта на месте. Ну и как дефить? Тут Рубик вместе с Эмберспиритом посмотрит на это. Ну их сразу зонят шардами. Просто отгоняют максимально, чтобы даже крифов не забирали. Тот же даст. Хорошо задолжил станчик. От ДК. Сноуболы пошли полосом. Кинетик Филд зажали его. Можно убивать полосы на фейрифайр. Использ, добить. Добивают. Ну и дальше за Эмбером. Форма, правда, заканчивается. Пытается эту вышку всеми возможными способами Invictus Gaming сохранить. Вот так вот, даже теряя саппортов. Эмбер очень опасный. Эмбер, надо уходить. Получил глимс. Шарды в спину. Фейрифайр, стики. Все нажал. Сразу ДП на базу. Очень тяжело. Очень тяжело. Ну, слушай, по-моему, вышку они защитили все-таки. Не отдали сразу. МИД могли чуть-чуть потерять. Если чуть-чуть лучше нажали кнопки, могли убить Эмбера и забрать МИД. Ну, тут даст хорошо сыграл в этом моменте. Молодец. Смог. Каквик с полосы на месте. Поехали на новость. Тут шарды мы уже синициировали ВМО. И АМО ждет поддержки. Поддержка идет из 13 стиков. Если что, 12 стиков точнее. Дерутся, пошел снова пол. И... Да, Патрик убьет здесь, я думаю, одна. Тут таргет не лучше. Света атакуют. В МИДе почти умер ДК, темберай. И руна, руна, руна. Опять тут два саппорта. Да сколько можно-то, глимс. Ой, вернули. Но нечем застанет. Найт далековато. Даст кидывает еще один рен. Он даст тоже жить. Там залетает, правда. Но щит есть. Присус саппорта рядышком. Да, вот саппортов, конечно, работа просто нереальная какая-то. Да, потому что бегать, нужно постоянно страховать до сайта, в самом центре играть. Везде какой-то экшен происходит. Но пока 3-2 и довольно ровненько. Я смотрю по экономике. Даже вот по кор показателям каким-то. Сильно, конечно, просел Эмбер в центре. Но ему фармить особо не давали. Его тут пушили, его дайвили. Это не до крипов было явно. Ну, саппо и их он лучше, быстрее реагируют. То есть, быстрее принимают решения и по карте они лучше отвечают. А Эджи, как будто в дискорд не зашли. Эмбер, думаю, кричит, помогите. А, никогда, да, идем. Примерно, я думаю, так происходит в игре. Не, их он приятно удивляет. То, что хорошо двигаются. Быстро. Обе команды одинаково реагируют, мне кажется, на какие-то моменты. Ну, то есть, их он играет предметно, да? То есть, есть форма ДК, они вышли в центр, типа, давайте пушить. Вроде какой-то базис поставлен при игре с Драгонайтом. Не просто так его бросили одного, чтобы он занимался своими делами. Но, с другой стороны, опять-таки, такая хорошая, адекватная реакция к публику с геймингом не позволила первую вышку забрать. Вот теперь под экзорцизм играют на топе. Вот интересно. Смотри, Эджи опять будут дефать. Эджи делают телепорт, они собираются дефать каждую вышку. Эберспирт под руной волшебства, нападение ДТП. Быстро забрать. Есть чейны, его глимсанули. Пытается тоже, что ремонт убернулся обратно. После глимса есть сноубол. Сяо Ю раскидывает спирит сифон. Тяжеловато его забрать. Остановил себе уже треть здоровья. Не получается убить, но получается убить Таска. Хотя бы так. Ну, а дефали снова индиктус гейминг дают бой. Не дают свои вышки вообще. И вот не сказалось бы, Драгонайту в центре должен надавить, тавер доломать. Но, кажется, успевают Эджи и сюда перетянуться. Успевают или не успевают? Вот в чем вопрос. Здесь, я думаю, ошиблись, команда Япон. ДК, я думаю, должен быть информация, что Эмбера и Аркейн Руна. И ни в том случае нельзя пресс-листов. Потому что Эмбер этого ждет с Аркейн Руной, чтобы просто прийти и сорвать с герой в подушку. Ну, как будто бы можно было до секунд есть подождать. Руна бы закончилась. Возможно, дефить бы топ не стали. Ну, как бы там ни было. Первая форма ДК – вышка не снесена. Первый экзорцизм ДС профи – вышка не снесена. Вторая форма ДК пошла в центре. И снова атака. Телекинез. Вышка упала. Есть чейны. Приходит Ирвик. Получает стан. Ирвик, через шифт свой дум не накликал. Пытается ускорить зачат от Манго. И не забирает. Слушай, ну Ирвик, по-моему, ошибся. Да? Он мог через шифт дум нажать? Или по анимации бы не успел? Не успел, не успел. Там слишком поздно ТП он нажал. Надо было раньше телепорт нажимать. На 0,5 секунд дожал бы раньше, успел бы дум дать. Ну а вообще, смотри, то есть если вот через шифт, через ТП нажимаешь дум, а ДК успевает отстаниваться? Или все-таки дум он свой получит? У ДК ведь тоже есть Прожектайл, который летит на его станчик. У него буфлия вроде. Спортный полет. Так, полосы на зажали здесь. МК салат. Сделаю килл. Блин, ну супер, конечно, агрессивный Ихом играет. Вот то, о чем я говорил после драфтов, да, побаивался, что они будут реально давить. Они будут вот настаивать на своей игре первым номером. Будут продавливать вышки. И Виктос Гейминг на это нужно грамотно реагировать. И пока Ихом в целом своих целей добивается. Пусть и не там с лучшими таймингами, которые потенциально могли. Но тем не менее, какие-то вышки падают, фраги делаются. Тысяча преимуществ имеется. И это против, там, против Дума в том числе. Ну, тут даст его не с кем играть, потому что саппорты лев 5 проседают по уровню. Книжку забрал Лич. И из-за этого даст его не с кем играть, и он не может по карте что-либо делать. Тем более, он взял такую раскачку. Очень странно, он замаксил третий спелл. И из-за этого он не может по карте покатить через первую-вторую. Теперь он играет на полный кач. То есть он будет качаться всю игру. Так, вторая вышка пала на тофе. Прогресс идет уехал. Нижнюю башню сил света атакуют. Ну, я сдал снизу. Слышку забрать, все будет окей. Пошли телепорты. Да-да-да, попытаются сейчас на нижней линии надавить. Рейскинку уже рядышком. Без армлета, он все-таки нападает на Думу. Тут сразу фрозшилд. Глим санули. Телепорт. Интересно, Ирвинг. Да ладно, спасается телепортом. Жесть. Найт сюда и стремится. Блинка у него нет. Falcon Blade ПТ. И сцепить саппортов он тоже не сможет. Ну, будут опять-таки пушить. Нижнюю башню. Вообще, блист, блист. С кнопочками, чуть-чуть не хватило ворона. Ну, ДК появится блин, будет больше экшена. Думаю, будет еще легче играть в команде E-Home. Друзья, обновленный коэффициент от нашего партнера Bad Boom. E-Home 1,95-1,82 сейчас на Invictus Gaming. Кэффев немножечко выравнивают сейчас. Ну, и понятно, E-Home давит у E-Home, что-то получается. Ну, не забывайте, друзья, бонус 100% на первой депозиции. Жмите баннер по трансляции. Промокод DPC. Сейчас я думаю, айджи нужно подкачаться. Хотя бы минут 5. Для них, тем больше простой в игре, для них это лучше. А вот E-Home нужно с NX-агросизмом, скорее всего, даже можно Рошана забрать. Ну, Тир-2, наверное, рановато пить, да? То есть, первое, запираем Рошана, запираем Айгис, и потом уже пытаемся какой-то Тир-2 сломать. Такой план, да? Ну, да, да. Ну, либо отжать верхний лес, выгнать от этого до ЦК, и в свой лес ставить опс, и туда смоки нажимать, если они будут занимать ваш лес, выбивать там киллы. Ну, чтобы 730 фармить карту и кто-то устроит. Смог, ЛВВ, Найт в центр. В ДК есть Стан, попробуйте Эмбера зацепить через Стан. Не среагировали, здесь никак Стан залетел, пошел снова босс, Статик Шторм, Кинетик Филд, зажали, Лич очень бы хотел помочь, но кроме Фронт Шилда сделать ничего не можно. Шикарно реализованный блинг от Найта. Красиво прыгнули, красиво реализовали, очень сочный фраг на Эмбере, и дают Эмберу камбэкнуть, ему супертрудно играть. Ну и вот под этот килл, что, занимаем лес, да, все то, о чем мы говорили. Ирвинг, правда, умудряется-таки одну вышку разменять снизу, покупает Мидас, будет делать фаст БКБ себе сразу после Мидас, интересный билд. Ну, хоть как-то, да, немножко карту раскачать, потому что если где-то убыло, например, в центре нападают на одного кора, другие коры, конечно, нужно бесконечно фармить. Они это пытаются сделать. Ну, игра вторым номером, других вариантов особо нет, качаемся, ждем своих слотов и потом вступаем в битву. Тут проблема у Ехом будет чуть дальше, когда Дума появится БКБ, если Дума будет успевать нажать Дум в ДП и ее убьют, то слева у них дэмэджа не хватит убить справа героев под лечом. Тут игра полностью на Death Profit Ехом. Game Change героя здесь. Ну, можно ли сказать, что если просто поформят Invitus Gaming, то они эту карту легко выиграют? Вот сейчас сильно много не отдать преимуществу сопернику, чуть-чуть покачаться, и дальше они уже в лейте не проиграют. Ну, если у Дума будет Аганим, Актарин, то да, они Дума могут выиграть. А если, допустим, через минут 30, то Ехом все равно будет сильнее. Потому что они выиграли очень хорошо начало. Тут, чем будет зависеть от притяжки Дастера, сможет ли он камбэкнуть, потому что пока свет в конце дуннеля не видится у Эмбера. Он тем более загрейдил фейзы вместо быстрого ново шторма. И где-то будет еще дольше он качаться. Ну да, у меня пока джевелин, тут на Митрилхаммера еще целую тысячу. Так, снизу пытка атаковать Ирвинга. Ирвинг. Найт готов прыгать. И да, прыгнет ведь. Да, стан залетает. Будет дальше продолжение в виде сноубола. Есть валрос панч. Как будто бы выжить здесь нереально. А, вот так вот он даже. Дум башну, ну, Глимс получил от ЛВВ. Думал, Ирвинг таким образом спасется, но Дизраптор оказался рядышком весьма кстати. Хорош, фраг от Ехом. Да, немного они время потеряли. Ну, с точки зрения того, что они в лес в итоге не забрали вражеский. Ушли втроем вниз. И есть возможность Дастуя ему фармить. Но все равно килл на доме всегда очень приятен. Ну, Ирвинг пытался на мовик сыграть в хайлайт, но Дизраптор будет выкатить, что видится. Но его не прочитать здесь, да, никак. Так, мы сейчас как раз видели, у нас была пауза. Она связана с тем, что отключались как раз Сяу Ю и МКС. Это, собственно, два молодица в этом составе, друзья. И надо понимать, что играть на китайских серверах им может быть не всегда приятно. Время от времени могут возникать какие-то проблемы и дисконнекты. Поэтому на это тоже будем делать, если что, упор и внимание, что молодицам трудновато. Ну, с другой стороны, мы помним, Полосон есть, игрок из Сингапура, у которого могут быть аналогичные проблемы, играя на китайских серверах. Поэтому с этим максимально внимательнее, максимально аккуратнее. Ну да, учитывая, что у китайцев на китайских серверах там пинг 1-3, грубо говоря, когда они играют, когда у тебя там 50-60 разница есть. Эберт пытается доджет станы какие-то, просто всеми возможными нюками заспамливают, убивают. Тут какую скиллуку не демонстрируй, все равно не уйти. Бедняжек, мне его жалко на Эберт, это просто жесть. Качаться негде, бегают, убивают, ну жесть. Но при этом, надо сказать, что Юхом красавчики, они реально дайвают, они реально тушат прям очень крепко. 7-3, потому что попытка атаковать Тер-2, выбили Глиф, знают, что Полосон где-то здесь, шар-то кидает не самая удачная. Но сейчас Глиф самует, да, и Полосон тоже умрет. Никто его сейвить не будет. Очень плохо получилось, что Эмбер, ну они не могли без кила зайти на Т-2, он еще умер прям под катапульту, он под 15. То есть он прям постелил ковер, когда-то два вышки, прям, говорит, выходите, парни, располагайте, 102 ваша, и Рошан приглашаю, проходите. Ошибка была большая очень. Но Ихом молодцы, прям идеально играет по тайминг катапульту, выходит. Я реально прям вижу эту реинкарнацию китайской доты под ТК, а то они прям идеально под ТК все делают, просто под каждую форму. И вот как по канонам доты, по учебнику, да, то есть форма есть, блинк купил, нажали какой-то там выход под смоками или без смоков, фраг, открыли вышку, фраг, открыли вышку, ну все по объектам работает. И это очень простая стратегия, но как же тяжело против такой стратегии сопротивляться. Ну вот Айджи пытаются, да, Эмберу трудно, он пока не камбэкает, зато остальные герои хорошо формят, думаю, появляется БКБ сейчас. Да, без блинка, да, сапог голый, но тем не менее. Ну и Эмма всю карту фармит, друзья, давайте не забывать, есть керри ЦК у Invictus Gaming, армлет, саплю он себе уже приобрел, качается дальше. Ну, купив, я не знаю, еще какой-нибудь, какое мыслот, вообще БКБ брать, или какую-то Тараску сразу бахнуть, не знаю, чтобы выиграть. У БКБ можно купить, можно купить Блодторн, Блинк, убить какого-то героя быстро, потому что там жирный герой. Ну, разные варианты есть. Ну, сейчас, я думаю, Ехом дождутся Дезолятор на ВК, Тактим ЛО-4 на Саладе и просто ждут Рошана. Ну, как будто бы даже вот без этих вот слотов можно было заходить. Уж настолько пассивно играет IG, вообще ничего не предпринимают, никаких смоков. Тем более, поставили два очень крутых глубоких варда Ехом, да, то есть не почву, то для заходка Рошана готова. Ну, наверное, да, наверное, пытаются играть прям сверх правильно, да, то есть ждем форму ДК. Из-за этого IG всю карту профармят, и они, думаю, фарме потеряют Ехом, если они прям сейчас пойдут, и не быстро убьют его. Ну, если с 20 секунд и больше Рошана, это всегда, как говорится, вэлью пойти убить его. Но если больше, то это уже надо думать. Ну, да, ну, правильно, хорошо. Дофармиваем, ждем КД, КД на экзорцизм прошло, у Сау-Ю, Грифсы. Да, вот, наверное, Дез Профи тот прессаж, которого нужно убивать вером здесь, и вообще без альтернатив. Не убьешь ДП, этот герой тебя замучивает своим уроном, замучивает хилами какими-то, просто без шансов. Ну, вот одна вот эта важная кнопка, да, под названием Гардиан Грифс, вот ее нужно заткнуть точно. Сейчас вот через килл хотят зайти в Рошпит, сделают килл и выпадают в Рошпит. О, Лассан. Так ты его здесь не увидел, Туман войны, да? На краешке играл, не подставился. Кладбище скидзлос. Фармить, фармить, Инвиктус Гейминг, терпеть и качаться. Сейчас половина блинка у Дума готова. Где-то молнии Эмбер Спирит. Добрал, не дабы, ну как я, добрал. Есть удастся молнии, фейзы, и дальше БКПшку выходит. Слушай, ну не проигрывают фарм, не проигрывают. Ну, то есть, да, у Эмма проблемы, но остальные-то качают добротные. Посмотри, при счете 8-3, при жесткой доминации стороны их ум, преимущества по экономике нет. И вот заход на Рошана пошел прямо сейчас. Рейден. И буду дефить, буду дефить Инвиктус Гейминг. Собираются вместе, пятером. Долго, смог, нажать, быстрее, 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 успевают, кажется. Блин, ДК еще есть дабл дэмэдж, он, правда, заканчивается. Так, Ирвинг без блинка, как в драку-то зайти. Эмбер здесь. Да, спрыгнул, подняли. Попробуй быстро убить. Ставит Статик Шторм. Ирвинг просто в БКП. Ой-ой-ой-ой, Статик, ой-ой-ой, в ответ, больно как. Эмбер Спирит погибает, минус Рубик, Кимфрост летает. Салта убила, окей, но это один килл. Большой ценой, Рошана забрали, ребята, из Ехоум. Юай-Кикс пытается уйти от МКС, на себя Фрост Шилд, замедление. Нескинг может и не найти в Тумане Войны соперника. Да, ну, Дум был на Сяо Ю, но это не помогло. Вообще. Тут Салта МВП, прям, пока в этой карте. Начальный роуминг, как он развилил смок, дал позицию команде своей, не побоялся умереть даже за это. Прям отлично. Ну и Дум ошибся. Типичная ошибка Дума, выдать хоть какую-то кнопку, когда ДП уже нажал. Ну да, ну без блинка, но тяжело. Как ты вот не дашь Деспрофит нажать кнопки, когда у тебя нет блинка на ту же. То есть ты идешь ей давать Дум, она, естественно, все успеет нажать. Вот блинк появляется прямо сейчас. Ну такой файт неподготовленный был от Айджена. Они попробовали это сделать, сейчас пробуют за Тирдам подраться, что ли? Так, да, в спину. Прыгает, быстро ЛВВ забрать. Эмма, соли, дальше Телекинейс, фейтболт. Так, минус БК первый раз. Раптор делает пайпэк, снова бомб пошел. Ну Рубик-то без БКП в траку пошел. Минус ЦК, ой, а что за траки, Тэджи? Опять не готовы, опять лезут. И будут умирать сейчас. Минус QIQX. Глимсанули. Это Рубик. Минус 4. В размен на одну жизнь БК, даже не Аегис. И байпэк Дисраптора. Представь сейчас 2-2 в Дум. Можно было вздумить ДП и убить ее. Она раздала 3 сифона. У нее откуда шились грифсы. И они напали в Дисраптора. Самый бесполезный танкер без ультимейка. Все умерли. Да, не готовы. Айджи просто не дождались своих таймингов. Что-то их вот подстегнуло идти вперед. Принять вот этот файт на Рошане. После Рошана и Удисраптора. Две ненужные драки приводят к тому, что они теряют линию сейчас. Ну и вот теперь экономическое преимущество высвечивается. Ну и на 21 минуте линию сломали. Мне кажется, драфтом и хом это чуть ли не идеально. Да, все вот эти тайминги соблюдены. Как они должны были сделать этим пиком. Давить, давить, сломать линию очень быстро. И прям максимально комфортная ситуация. Ну пока Игис они максимально хорошо реализуют. Ну еще в идеале сломать еще одну сторону. За Игис вообще будет. Для них комфортно, как говорится. Ну сломаем еще одну линию. Наверное заставим соперника ГГ просто написать. Я не знаю как дефит. Будет без двух сторон. Без одной еще можно. Без одной еще поиграют. Айджи еще покачаются. Еще попытаются вынести себе какие-то слоты. Ну вот может быть с БКБ на Аэмбере будет попроще. Но опять-таки Дум с Блинком себя еще не реализовал пока тоже. Пока есть время. Пока соперник собирается на нижней линии. Будет ломать Тир-2. Я думаю драться до окончания Игис вообще нет смысла. То есть нет смысла вообще убивать ВК, когда у него и вторая жизнь. А Игис есть. Ну и вообще нет смысла драться пока ВАМбера БКБ не появится. Не можешь драковать. Как его там Саленсы встанут. И у ЦК тоже нет ВКБ. То есть им нужны какие-то долгие драки. Либо покать убить сапов быстро и выйти. Но это тяжело себя сделать. Ну ЕХОМ просто идут как танки ломать вышку. Да? Ничего их не останавливается вообще. Есть Глиф конечно. Ну и как будто файтиться надо и еще не готовы. Все еще не готовы Айджи. Опа прыгает ВК в наглую в рубика. Глиф нажали. Полосон. Полосон живет пока. Ирминг БКБ нажал. БКБ разбили от Файчена. Глиф заканчивается. Так. А дальше что? Попадемить надо. Просто отогнать соперника. Переждать экзорцизм. Переждать форму. Но снова залетает ВК. Сноубол. Эмбер салит. Эмбер. Бес БКБ вновь погибает. Ну что байбэк? Да байбэк имся. ВК теряет первый дуб зашел. ДК. Но не в Деспрофит. Деспрофит стоит. МКС пытается пробить. МКС после реинкарнации Эгиса нет. Надо забирать его. А лол. Есть. Есть у него реинкарнация. В порядке есть Эгис точнее. Ну теперь убить. Третий раз. А он ушел через блинк наберется. Эмбер байбэк нажал. В БКБ до свидания. Тяжко. Как же тяжело. Ну и Эрвинка ощущение как будто он паникует. Либо опыта не хватает. Либо что еще. Он в панике просто сразу все кнопки жмет. Все что есть. Ну даст видимо игра не пошла у него. Прям он чувствуется. Тильт в воздухе такой небольшой есть у него. Сыграть. Ну просто так и так и не смог в эту игру вернуться. Да ему было супер тяжело. Он неплохо на кнопки нажимал к слову. Они такие-то довольно мужественные действия. Опять принимали в начале. Где дефы или дебышки. Из-за этого Эмбер слабо качался. Но вот одна там ненужная смерть. Это в своем лесу. И все игра полностью была уничтожена. Ну как теперь БКБ после байбэка купить? Я не знаю. Нет денег. Рейдинг дальше. Они знают кнопок. Нет соперника. Нет дума. Нет ультимейта ЦК. Запираем саппортов. Просто не даем даже хоть сколько-то развернуться. Ну очень жесткая. Такая прям образцово дисциплинированная, объектно-ориентированная игра в E-Home. Вот все по пунктикам. Все четко. Прям слаженно. Да, это такая очень клево. В пик писался. И они классно с ним играют. Ну баланс на то, что... Прочувствовали метод, что он нужен у клейнера Саурены. А справа у клейнера, который у тебя забирает фарм. Если у тебя идет что-то не так на линиях, то тебе будет очень тяжело играть. Но в миде немножко не пошло. Ну что, минус вторая линия? Я так понимаю, уже ориентируясь на следующую карту, ДК и Деспрофит там не отдадут, да? В связке в команде E-Home, ребята, из-за этого. Мне это будет проблема Деспрофит. Я бы забанил еще Тускара в Саладу. Потому что он душный. Нижнюю башню сил света атакуют. Тем более они его flexят. Я думаю, это хороший бан, если фп будет опять у E-Home, забанить IG Тускара. В первой стадии там? Да, да. Пока это, как говорится, E-Fly. Лучше года. На роумере. Ну 2-3-13, хорошо, Саладу. Молодец. Он же Кэт Ю. Не поспоришь. Так, ну еще пока не сдаются. Ну что, IG первая карта в сезоне, да? Даже понимая прекрасно умом, что эту карту не вытащить, не вытянуть, все равно на кнопки понажимать надо как-то, да? Проникнуться вот этой вот атмосферой важных матчей с первой карты. И все-таки на вторую карту уже, чтобы быть более подготовленными, раскликанными, наверное. Ну вот, смаки какие-то понажимать, да? Вот сейчас какие-то тимфайты устроить, попробовать там реализовать какие-то комбинации. В общем, это нужно поделать сейчас обязательно, перед тем, как написать ДТ. 9к без двух сторон, 26 минута, тут от второго Рошана сыграют Ехом, сейчас Рейдинг ждут, Дайер бегут, ставят варды. Лич выходит, все прекрасно понимает Ехом. Ну вот Рошан еще на самом деле долго, там основной таймер целая минута. Ну вот этот смог Ехом с таймингом IG, потому что Салад затылал бот линию и тем самым будет их сейчас порсить и возвращаться на базу. И они свободно просто Ехом из Варшпита заберут его. Ладно, есть Эмбер с ревноцами, который успевает сыграть на два фронта и снизу от Дефити и полететь к своей команде подраться. В этом Дефити есть чем, правда, работяги еще и по центру, тут две линии, конечно, проталкиваются, с ним ничего не сделать. Ну что, Эмбер, ДПКБ-то осталось, ну копейки, ну дайте ему дофармить, ну не форсите его на драку, ну пожалуйста. Он так хотел. Как раз, смотри, сейчас случится то самое, блинк ДК и умер. Давай, 200 голды осталось, потертись, потертись. Он купит, видимо купит. Ну и не торопится, там осалки раз. Там уже полаганима есть, там чуть-чуть больше подождать, что-то там вообще будет плохо очень. Слушай, я не знаю, тут одного, одного рейскинга с осалки раз как бы остановить будет тяжеловато. ДК там, аганим сейчас все купят через сотню голды. В самом деле, что Дум Бешарда играет, тут шарт очень хорош. Входим в жильнем герое. Он линзу купил спитап. Ну это бил 33-го, как говорится, все за ним доедают немножко. Там Акторин, потом должен на него идти. Ну иду мне успел просто, ему бы еще минут 12 тогда покачаться. Он купил и Акторин, и шар, и все, что нужно. Просто уже надо игру спасать. Или уже не спасти. Так, заходит Арашана. И Тайр поставили кучу вардов, 3 варда, но они сюда не смещаются. Кажется, все запрасно. Что, Рошана даем, это Иггис, это шард. Ничего не делают, да. Ну я думаю, не отдали, потому что фантазм на колдал, но у них нет демэджа без фантазма вообще. И они решили, чтобы ДП нажал вольту, чтобы без льда ДП хоть как-то пытаться выиграть файт. Давай, давай, посмотрим. Есть Эмбер с БКПшкой, ура, товарищи. Перехватывается аванпост. На передовой ДП, разкингой нет смысла, надо убивать ДП. Чё, сфоровал? Крип сфоров сфоровал. Да, ладно. Ну думаю, надо думать ДК здесь точно. ДП не ДП. Так, сцепили. ДП забрать. И... Ой, хорошо, стёрли, слушай. Платила демэджа. Пойдёт. Дальше на ДК. А вот и тут ДК. Чимфрост летает, нормально. Вообще, надо оставить у драку Ехом. Ну вот хоть что-то получилось с Айджи. Ну тут ошибка Ехом, то что они доминируют на карту. И Десараптор пожадничал, купил коинт бустерами, то что купить гем и раздавать здесь всё. И только по Вижену они програли здесь файт, потому что они на вражеских Вижнах стоят. Нет гема, нет, как говорится, игры. Ну слушай, ну ладно, у него три центрика было. Чё, он не мог центрики расставить? По дефолту. Ну, с гемом, он мог отдать гем, допустим, ДК. Он просто бы всё раздавардил сам. Суторожно, ему легче так было. Легче так было? Ну да, жадно, жадно. Я имею в виду, что, ну, Десарап, то есть прям большое желание было раздавардить эту точку, он мог центрики поставить. Тем более, варды ставили в самых классических местах на хайграундах. То есть это то, что чекается в первую очередь. Ну, расслабились, расслабились немножко подрастные птилины. И в них, как говорится, вошли сразу IG. Ну, давай, насколько ты оценишь шанс на камбэк теперь от команды? Ну, реально, нереален? Реален, если думать, будет, как я говорю, по таргету нажимать Doom, героя, который ему нужно, то шанс есть выиграть. Знаешь, сколько дота плюс дает? 4% на камбэк, вероятность победы. Это после того, как они двух героев забрали бесплатно практически. Если бы это было IG слева в лучшие годы, то я сказал, что там шансов 0, потому что они не ошибаются. А если бы это были IG справа? Такую ситуацию они бы спасли. Справа? Да, думаю, да, они хуже способствуются. Иду трейдинг, все, и тут они понимают, часть кнопок на КД. Нажать кнопку. Так, Рубик сразу блинкал. Что-то понимает, что-то чувствует. Все знает, что поигрут по центру. Точнее тут по верхней линии. Последнюю линию будут ломать. Есть Глиф. Так, ну и Doom 30 секунд. Ай, как бездума-то, а? Как дефить бездума? Так, сцепили салада. Опа, форстав. 4-секундный стан, но форстав и РСК ломает вышку. Есть Фротшилд. Штука хорошая, конечно. Фротшилд защищает. Добра, стоим, дефим, терпим. Ждем. Ждем, ждем, ждем. 15 секунд от Дума. Еще ждем. Ай, сколько еще? Ай, 3 минуты. Телекинез, ворваться. Ирвик вошел. Быстро Сяую забрать. Минус ДП. Ничего не нажал, ничего не успел. Минус Тир-3. Засалтан до конца Эмбер. Минус 2. АПВ скинг упоработать. РСК тоже забрать первый раз. ДК, правда, воровал второй волной атаки. ДК будут сейчас забирать. Полосом Бресс Файерс воровал в ответ. Выдал. Есть байбэк от Лича. Эмма цепляет Найта. Сноу-Граунд спрыгнул. Правда, Статик Шторм ставит за Дизраптора. Неприятно. Как пожить-то, Эмма? Надо просто бежать под Фрошилдом. Но МКС под БК Бейер и Скинга вскроют. Далековато, Эмма залез. Глимс еще на Дума. Ирвик тоже страдает. Байбэк от ЦК. Но не справляется. Слишком много ресурсов в уроке. Слишком сильные герои. Байбэк от Таска. Попробует в этот заход все закончить. Есть у Дума Байбэк. Он не тратил свой ультимейт, кстати. Возможно, и отдефают прямо сейчас. Но опять, какой же удар по экономике для самого ЦК. Жесть. Там чуть подошибся Дума. Он зашел в лужу ДК. Ему сбили Блинк. И он не смог продлить по ДК Дума после страны ЦК. Но и Десатор хорошо накрыл там потом после этого. Да. Ну просто превозмогая все неудобства. Перефарм сказывает. Ну да, да. Префармная игра была, было бы полегче. Вот лишние пару файтов в Дидгейме отдали. И как же тяжело сейчас. Ну что, Аегин все еще есть. Рейскинг. У него Ринкарнат открутилась. Падают последние бараки. Это Мега Крип. И надо драться. Телепорт. Ну нет, барак не спасли. Рубик прыгает. Дум. Есть Валрас Панч. Ну ДК отойдет. Минус Рубик. Ирвинг. Ирвинг БКП не нажал. Сам, да, страдает. БКП нажимает прямо сейчас минус Дизраптор. Чинфрост летает. Ну а теперь МКС-то как убивать? МКС-то никак. Закрывает Эмма после байбэка. Надо писать. Надо писать эгэ. И надо скидаться на гэгэ. 1-0, друзья. Ихом ведут в этой серии. Ну опять-таки, очень жестко отыграли. Вообще без каких-либо... Тут они взяли активного Эмбера. Двумя пассивными саппортами. То есть, очень страшно. И плохо сыграли под метод. Ихом молодцы. Видимо, тренируются, как говорится. Ну, что значит тренируются, как говорится, да? То есть, они что, просто вот выбрали момент... Ну, отрабатывают. Отрабатывают первые 15 минут игры очень лучше, чем Эйджи. То есть, у них есть задумка через пуш, через давление на вышки. И они это реализуют полностью. Вот тут соглашусь, да. Ну, очень кайп, действительно. Поначалу вот там смотришь. Ну, вот все как по нотам, буквально. Тут ультимейт вышли, сломали. Тут ультимейт вышли, сломали. Где-то им не позволили это сделать. Они все равно там ждут своих таймингов, идут дальше и выносят соперника. На MVP, тут салат на Тускаре. 2 по 5.15 играл Кэт Ю как раз на таске. Хорошая игра, да. Ну, что пара умил в начале. Начало он сделал для своей команды. Это большой-большой плюс. Ну, Эйджи пытались, как могли, своим драфтом спасти ситуацию. Несколько неточных решений, наверное, по игре. Там, где вот не готовы были принимать файт, они пошли, файт вступили. Из-за этого сильно засновуболил соперникам. И дефить было трудно. Но пытались, во всяком случае, да, не сдались. На какой-то 20-й минуте дали еще какие-то пару тимфайтов. В целом, кто-то нажимает. Еще было спика еще была у Эйджи, то, что они пикают странжевого героя в героев слева. То есть они распикнули ЦК. Да, это выиграешь линию, можно, но на дистанции ты проигрываешь ее. Мне кажется, другой надо ловкача взять героя, с которым полегче можно было лейт закрепить свой. Если вы делите карту, как они по натворцу не проигрывали, им было хорошо, а герой все равно зашел в драку и ничего не сможешь делать, потому что там контрпики слева. Ну, в общем, есть над чем подумать и суперу, да, как драфтеру, тренеру этой команды Invitus Gaming, и ко второй карте уже подойти более осмысленно, наверное, к текущей серии. Но пока, друзья, аутсайдер E-Home. Ну, аутсайдер, по мнению многих аналитиков, по мнению нашего партнера BadBoom был, не прям супер какой-то там с разрывными счетами или коэффициентами. Но, тем не менее, E-Home были аутсайдерами, они выиграют первую карту, ведут серии, посмотрим, как будет дальше складываться эта серия. А пока прервемся на коротенькую паузу, друзья, с драфтами второй карты обязательно вернемся в прямой эфир, так что не уходите с трансляцией, друзья. DPC официально стартовал вот такой вот интересной карты E-Home Invitus Gaming, всех еще раз поздравляю. Ну, а дальше начинаем включаться непосредственно в сам сезон и смотреть много-много-много интересных карт. Поэтому не прощаемся надолго, ждем драфты карты по теймерам 2 и скоро услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok